А вот это вот фотография, они мне сами кусаются, я у них не это, не ищу. Никогда бы не подумала, что не отличу мужчину от женщины. Вы знаете, процент детей, которые не относятся, имеют, допустим, первичные полоорганы мальчика, скажем, пенис, а ведут себя как девочки, это вот результат памперсного воспитания. И их родители, они уже слабые были, мужчины. Сильный мужчина, да, сильный женщин. Да, я не оговорился, сильный женщин, сильный пущен. Вот. А слабых уже нет. То есть, скажем, поколений у голубых всё больше, так уж я их называю вежливо-голубые. Вот. А они всё равно дают подобство. Вы хоть в курсе, нет? Они могут рожать. Их уже по-другому называют как-то. Только я забыл. И вот они тоже дают детей. А потом они уже становятся такими, и уже спохватившись, и уже процент такой. Об этом не говорят вслух. До сих пор большинство скрывает свою половую принадлежность. Я имею в виду не физическую, не, как я сказал, пенис или там нет пениса. А другую принадлежность. Психологическую и физиологическую. Какие гормоны производит организм, такое есть. И поведение такое. Кто с куклами. Вот. Кто как. А потом на Западе деваться некуда. Они не знают, что они теряют нацию, что и потом перережут эти мусульмане. Просто перережут. Они не знают. Они вот, чтобы не было психологических травм. Мальчика нет, девочки нет. Есть оно. И придумали новое название. Папа нет, мама нет. Есть родители. Вот. А они не понимают, что они доводят этих самых. А задача-то какая? Вот. Вот. Вот.